В понедельник 25 августа Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области Алексеем Кокориным. Основными темами доклада главы региона стали текущее состояние дел в сельском хозяйстве, результаты работы по привлечению инвестиций, ситуация с тарифами. Глава региона начал доклад с уборки урожая. Сейчас идут три основных направления. Первое это уборка урожая. У нас подошли неплохо урожать по озимам, то есть озимая пшеница и рожь. 90% мы уже собрали. Урожайность очень хорошая, где-то среднем около 30 центров для нашего региона. Это очень хорошее в прошлом году, где-то около 25 центров было. Но погодные условия немножко нам помешали. Почему? Потому что у нас практически месяц, и везде засуха идет. У нас практически месяц дожди, дожди, дожди. Но сейчас погода установилась, и каждый погожий день практически мы используем для того, чтобы вовремя убрать. И все равно дожди, но все равно больше, чем в прошлом году. Да, конечно. То есть рожь нормально подошла, просто мы боялись, что она уже перезреет и начнет порастать. Но 90% уже собрались, то есть крупное хозяйство уже практически обновить закончили. Сейчас, если погода установится, то в этом году у нас урожай и по яровым будут очень хорошие. К уровню прошлого года где-то около 500 тысяч тонн перерастем. То есть в прошлом году миллион сто было, то в этом году ожидается где-то миллион пятьсот, миллион шестьсот. То есть урожай очень хороший. Также Алексей Кокорин добавил, что упор в области делается на развитие животноводства. Первичная обработка, небольшие мельницы, мелькомбинаты, кормовые заводы для того, чтобы начинать возрождать животноводство. Животноводство – это круглогодичный цикл занятости населения. То есть это и тем самым вот это фуражное зерно мы для собственных нужд постараемся в большей мере использовать. А будущие главные по привлечению инвестиций по планировам строительства трех крупных животноводческих комплексов, как крупных на 1200 голов. По теме привлечения инвестиций глава региона отметил, что в настоящее время на территории области ведется строительство трех индустриальных парков. Двух в Кургане, одного в Шадринске. При этом Алексей Кокорин упомянул проблемы тарифной политики. По его словам, анализ ситуации показывает, что в регионе стоимость энергоресурсов выше, чем в соседних субъектах Уральского федерального округа, что является одним из сдерживающих факторов на пути инвесторов. Но эта деятельность в области продолжается. Провели пятый инвестиционный форум в Шадринске. У нас приехали китайские представители ШОС Делового клуба. 10 инвестиционных проектов отобрали. Они намерены ряд инвестиционных проектов, крупных таких, проинвестировать. Это и животноводческие комплексы строительства, есть у них заинтересованность. Это и завод по выпуску материалов для ремонта инфраструктуры. Прежде всего, коммунального комплекса для нас это очень актуально. То есть вот ряд направлений. Ну и сборка по дорожной технике, по их технологиям. Ну и несколько инвестиционных проектов мы обговорили. Нам это интересен. Более того, совсем недавно у нас состоялась встреча. И на один из заводов они в экспериментальном варианте, на Шадринский телефонный завод, уже зашли по производству экранов и светодиодных современных ламп на ВВЦ, на выставке. Через месяц они уже эту продукцию будут рекламировать под марку Ирушадинского телефонного завода. Руководитель области рассказал и о перспективах, а именно о проекте создания Международного транспортно-логистического центра в рамках государственно-частного партнерства, который выгодно находится в силу своего экономико-географического расположения и даст новые рабочие места за Уралью. По итогам встречи Владимир Путин поддержал идею создания центра и дал поручение правительству проработать этот и другие вопросы. Василий Малухин, Светлана Пестерева, информационное агентство Круганру.